здравствуйте добро пожаловать на вводную лекцию по изучению программы topsolid 7 это первая лекция из раздела интерфейс в этом разделе я буду говорить об интерфейсе программы и обо всем что с ним связано напрямую или косвенно поговорить тут есть о чем поскольку и сам интерфейс программы насыщенный и работа программы связана с базой данных что накладывает специфику на работу в программе и кроме всего программа все таки имеется уникальные моменты которые вы возможно нигде не встречали что касается общей методики моих лекций то я буду говорить от общего к частному и не буду говорить о тех вещах которых сам не знаю я думаю что тут все очевидно ведь программа имеет широкий охват и предназначен для широкого круга действий а я когда не занимался изготовлением пресс-форм поэтому ничего не могу сказать вам про это также и как про различные меню которые к этому относятся но опять же я начну с общего а это является для всех одинаковым и в детали буду вдаваться постепенно поэтому к тому моменту когда вы захотите заняться специфичными функциями согласно вашей работе то благодаря лекциям вы уже сможете достаточно ориентироваться в программе чтобы изучить особые темы самому самостоятельно и возвращаясь к схеме лекции я повторюсь что буду рассматривать от общего к частному и тем не менее говорит что некоторые вещи будет откладывать отпечаток моего личного опыта использования этой программы с точки зрения что как я пришел к какому-то определенному виду который мне показался удобным но это при этом не означает что программы можно пользоваться только таким образом вполне возможно что вы увидите более выгодный для себя методы работы моя задача показать вам все возможности этой программы ваша задача решить что для вас лучше и так начнем обратимся к программе снова перед нами интерфейс как при первой загрузке топ-солида и снова мы видим в центре окно создания нового проекта это окно появляется потому что в вашей базе данных сейчас нет ни одного проекта а проводить какую-то работу можно только в проектах но об этом чуть позже а сейчас я первым делом хочу обратить ваше внимание что интерфейс русифицирован все менюшки все на русском языке но это конечно в том случае если установили версию топ-солид 7.12 и установили обновление потому что в предыдущих версиях топ-солида русификации программы нет и да это шикарный плюс для изучения программы новичка но при этом вся справка так и осталась на иностранных языках поэтому при изучении это доставит определенное неудобство а про себя хочу сказать что обрадовавшись было в начале я быстро понял что уже так привык английскому языку что русский русское меню скорее вызывает дискомфорт чем преимущество и на самом деле многие меня поймут так как действительно есть такое разделение что кто-то предпочитает английский интерфейс в программе а кто-то русский и кроме того могу добавить объективно что фразы в меню в иностранном варианте получается компактнее что тоже является весомым аргументом и в общем поскольку я являюсь приверженцем английского интерфейса то я переключусь на него но для тех кто предпочитает все-таки русский интерфейс не стоит расстраиваться ведь каждое меню каждая команда в топ-солиде кроме текста дублируется своим уникальным значком поэтому найти нужное меню будет совсем несложно более того со временем в принципе начнете ориентироваться на значки ну и также в лекциях я буду стараться дублировать название команд на русском языке чтобы было понятно таким образом первое что я покажу вам это как переключать язык интерфейс закроем текущее окно проекта и в правом верхнем углу увидим иконку значка вопроса это одно из командных меню программы это меню доступно всегда и в любом режиме то есть к нему доступ имеется всегда в этом меню доступны все справочные материалы по топ-солиду также вы можете запустить программу обновления она в ручном режиме произведет поиск новых обновлений и вы сможете скачать теперь установить если вам это требуется также вы можете воспользоваться модулем управления лицензии ну а нас сейчас интересует последний пункт меню о программе топ-солид если мы в него зайдем то мы здесь увидим список доступных языков которые есть в программе да я установлю английский и соответственно нажимаю ok программа мне говорит что для применения настроек требуется перезапуск приложения то я хочу перезапустить приложение соответственно итак мы перезапустили топ-солид и мы видим что теперь топ-солид имеет интерфейс на английском языке и так теперь мы наконец переходим непосредственно к изучению интерфейс глобально интерфейс топ-солида можно разделить на две части верхняя командная панель верху в верхней части программы и всю остальную нижнюю часть можно назвать рабочей зоной командная панель она всегда присутствует на этом месте сейчас она содержит две вкладки home то есть домашние и tools то есть инструменты эти две вкладки всегда будут присутствовать в интерфейсе независимо от режима 1 то есть home всегда будет в начале а тут то есть инструменты эта панель будет всегда в конце другие вкладки будут появляться в зависимости от режима работы программы самый популярный пример тут смена режимов это работа в модели или работа в чертеже рабочая зона это полностью перестраиваемое поле здесь могут и будут содержаться элементы интерфейса viewport окна проекта и тому подобное давайте закроем окно нового проекта и посмотрим что мы сейчас видим основное место занимает стартовая страница старт пейдж слева мы видим меню серчерс то есть по-другому ее можно назвать поисковые запросы также между старт пейдж серчерс вы можете видеть полоску в котором содержатся кнопки они живет с выпадающим меню интинитис оперейшнс и партс сейчас эти менюшки пустые но к ним и вернемся позже сейчас давайте вернемся к стартовой странице это классический документ для многих программ он содержит так скажем классические элементы для данного окна блок создания новых документов блок текущих последних проектов здесь блок помощи до всякой help и туторию туторы и тому подобное и окно последних открытых документов здесь правом нижнем углу мы можем поменять цветовую схему программы нам предлагают стандартные схемы и вы можете воспользоваться какой-нибудь из них соответственно на ваш вкус ну на самом деле я считаю что эта страница пережиток прошлого пользоваться и неудобно и поскольку я буду говорить о своем опыте работать то я предлагаю вам отключить эту страницу поскольку я и не пользуюсь и думаю что вам в ней тоже не будет никаких преимуществ поэтому мы просто уберем эту галочку которая открывает от станет каждый раз при запуске и закрываем страницу что касается страницы поисковых запросов это как раз интересная и полезная панель она позволяет создавать и выполнять поиск по вашей базе данных это можно назвать каким-то аналогом поисковика в проводнике windows но тут вы можете создавать очень различные специфичные запросы по имени по типу по параметрам по их комбинации и при этом сам запрос можно сохранить и виде документа и все что вам надо будет это кликнуть по запросу и его результаты отобразятся в окне все это вам упрощает и облегчать жизнь когда в базе будет много проектов много документов и тогда поиску нужных компонентов эта панель превратить банальный клик то все будет быстро просто при помощи запросов а вот сейчас конкретно эта панель не понадобится потому что у нас база данных пускать пустая поэтому на данный момент мы эту панель тоже закроем дальше у нас остались 3 всплывающих окна интенитис оперейшнс and parts интенитис объекты operations операции партс это детали давайте сейчас закроем их тоже вот в результате наша рабочая зона стала пустой хотя нет внизу мы можем увидеть кнопку search результ которая тоже открывает менюшку это всплывающая менюшка как можно понять по названию это результаты поиска она как раз отображает результаты поиска работы окна поисковых запросов давайте мы его тоже закроем если мы закроем то мы увидим что у нас в серединке остался маленький такой прямоугольничек ярлычок и слева по серединке мы тоже можем увидеть такой же элемент эти элементы на самом деле это типовые ярлычки для всех панелей управления которые вписаны в окно программ но вот именно эти два ярлычка и являются именными то есть если мы наведем во первых на такой ярлычок мы видим что у нас меняется значок мышки а если мы кликнем по нему то мы видим что у нас появилось окно search result соответственно этот ярлычок да позволяет конкретно отображать меню панельки search result если мы снова ткнем на этот ярлычок то панель снова закроется уже без кнопки такой компактный вариант отображения панели search result если мы кликнем по ярлычку слева то в рабочей зоне появится сразу три окна вы можете видеть что это те самые окна которые мы закрыли недавно и вторым кликом соответственно по ярлыку эти панели закрываются обратно этими ярлыками создатели topsold как бы намекают нам что вот для этих панелей вот это место является наиболее оптимальным при работе и тут я с ними соглашусь потому что это действительно максимально оптимальное место хотя конечный вид я для себя все-таки выбрал не такой как классическом виде предлагает конфигурация topsold в конечном итоге я приведу интерфейс к тому виду как которым я привык работать и так сейчас у нас закрыты все панели некоторые из них мы можем открывать при помощи ярлыков но опять же вопрос где можно увидеть все панели которые возможно открыть в рабочей зоне и естественно такое меню есть давайте вспомним что нас есть командное меню в левом верхнем углу программы она имеет три под меню и давайте мы как раз его это меню изучим меню pdm нам уже знакомо мы встречались с ним в уроке по изучению основ по базе данных дальше у нас есть под меню файл это тоже классическое меню здесь мы видим группу создания документов группу управления проектами библиотеками группу управления шаблонами и группу импорта экспорта соответственно и у нас есть меню view который можно принципе назвать как меню окна и раскрывая его мы видим перечень доступных рабочих окон меню которыми можно пользоваться в программе до среди них мы видим знакомые уже нам а также ниже сгруппированные еще и команды о которых мы тоже позже поговорим и так давайте я открою окно интинитис чтобы поговорить поподробнее об окнах вот так вот выглядит окно когда мы его открыли это состояние окна называется зафиксированный встроенный вид сейчас если мы скроем его при помощи ручка а потом обра отобразим снова то мы увидим что показывается только одно это окно они все три как было в предыдущем примере это потому что topsolid запомнил какое и сколько окон у меня было открыто до того когда я щекнул по ярлычку то есть ярлык скрывает и закрывает мой настроенный вид положения окон то есть здесь можно быть какая-то заданная мной конфигурация окон и этот ярлык позволяет все это быстро скрывать и отображать для того чтобы расширить экран view порта допустим присмотримся к этому окну справа в шапке у него две метки крестик и заколка крестик понятно закрывается окно а заколка позволяет управлять его отображение сейчас в данный момент она находится положение закреплено поэтому данное окно называется вида называется зафиксированный встроенный и сейчас как раз у нас заколка зафиксирована если мы нажмём на неё то мы перейдём бит не зафиксированный но встроены встроен и не зафиксированный вид. В этом случае окно у нас сложилось до кнопки. Если мы наведем на это окно, то окошко у нас автоматически всплывает. Если мы начинаем как-то по-другому использоваться интерфейсом, то окно у нас автоматически убирается. То есть такое всплывающее окно получилось. Мы можем нажать на кнопки, либо удерживать ее, и у нас появляется это окно. Соответственно, если мы откроем еще одну панель и тоже перейдем ее в плавающую, то мы видим, что у нас появляются две кнопки, и мы можем попеременно пользоваться, нажимая на кнопки, или просто наводя на них активизировать эти окна. Понятно, что такой режим работы основан на том, чтобы максимизировать viewport. Когда вам не нужны панели, они скрываются, и вы можете использовать это место для моделирования или черчения. Давайте снова откроем панельку. И переведем ее за фиксированный вид. Теперь давайте возьмем за шапку и потащим ее в центр. Смотрите, когда мы перемещаем панели в зажатом состоянии, то мы видим, что preview показывает нам, как располагается окно, как может располагаться окно. То есть, кроме того, его состояние справа, мы можем переместить его в состояние вверх, мы можем перевести его в состояние справа или вниз. То есть, оно фиксируется к какому-то краю экрана. Но это не конкретно это окно. Так может работать любое. Это просто механика, типовая механика работы данного окна. И, соответственно, она позволяет нам как это, как и все остальные окна позиционировать так, как нам это удобно. Соответственно. Также эта панель может иметь плавающий вид. Плавающий вид достигается, если мы потащим в центр экрана и у нас нет иконки прилипания в preview. Отпустив его, мы превращаем наше окошко в такой плавающий вид. Соответственно, мы можем все окна перевести в плавающий вид. В чем преимущество таких окон? В том, что это преимущество активизируется при использовании нескольких мониторов. То есть, если у вас есть второй монитор, эти плавающие меню вы можете расположить извне программы. То есть, вы можете вот так вот их расположить отдельно. Где-то здесь. Как нужно отмасштабировать, поскольку эти окна позволяют масштабировать их, как обычно классическое окно Windows. И вы можете использовать его на втором мониторе. Вы можете использовать любое количество окон, таким образом, не засоряя пространство, допустим, используя основное пространство программы под viewport. здесь очевидные вещи. Итак, если у вас много мониторов, вы можете воспользоваться вот таким типом окна. Давайте снова перейдем к пространству с работой с одним монитором. И у панели есть еще одна возможность местоположения. Их можно комбинировать. Давайте я прилеплю первое окно к левому краю программы. Второе окно. Когда я навожу поверх первого, то мы видим, что у нас опять же появляется превью. И если я перемещаю курсор к краям этого окна первого, то мы видим, что у нас изменяется превьюшка. И это означает, что мы можем таким образом располагать окна. В данном случае я могу расположить их в положение лево-право. Соответственно, причем я могу управлять этим положением. Я могу понимать, куда я хочу. Справа или слева конкретное окно расположить. Также я могу расположить вверх или вниз. В этом случае окно раздваивается по горизонтали и будет верхнее и нижнее окно. Таким образом я могу настраивать вид окон так, как мне захочется. Кроме такого положения панелей, панели могут еще принимать вложенный вид. То есть если я навожу прямо на серединку окна, то например принимает такой значок, когда я его отпускаю, то у нас появляется вид вкладок. То есть у нас каждая вкладка занимает целое пространство и соответственно показывается только одна из них, на которую я выбираю из вкладок. это такой вид. И кроме всего прочего можно создавать комбинированные окна. Давайте я открою третье окно и сейчас в данном случае у нас эти два окна находятся в режиме вкладок. При этом третье окно я могу задавать соответственно любое положение такое, как и я показывал до этого. То есть например я могу третье окно расположить сверху, а два первых у меня останутся внизу в режиме вкладок. Соответственно либо я могу и в верхнее расположить сбоку отдельно, а эти два останутся в режиме вкладок. Соответственно таким образом мы можем располагать окна так, как необходимо в зависимости от наших потребностей. То есть от специфики вашей работы. Все эти три окна, с которыми я приводил примеры, на самом деле являются основными в работе и всеми ими вы активно будете пользоваться. От себя я хочу сказать, что в одном мониторном исполнении для меня самым удобным оказалось определенное исполнение в виде вкладок, к которым я сейчас и хочу привести эти окна. для того, чтобы привести к нужному виду я сначала делаю их всех плавающими в вертикальном исполнении и затем просто последовательно группирую по вкладкам. Таким образом я получаю три вкладки и для меня это является оптимальный вариант, в котором я и буду проводить дальнейшие уроки. На этом данный урок я заканчиваю. В следующем уроке мы продолжим изучать интерфейс и поговорим о создании проектов, о менеджере проектов и об окнах проектов. Спасибо за внимание. Я жду вас на следующей лекции.